В истории Османской империи оставили свой след не только сами мужчины-султаны, но и некоторые их женщины. Одной из таких женщин стала Хюрем Султан. Еще юной девушкой она попала в плен к татарам, которые увезли ее из родного дома. Дальше девушку, бывшую дочерью священника, подарили Ибрагиму Паше, а тот преподнес ее в дар Султану Сулейману Великолепному. Так началась головокружительная карьера этой неизвестной ранее никому девушки. Попав в Гарем полный красавец всех национальностей, девушка по имени Анастасия Лисовская поняла, чтобы добиться расположения Султана, ей придется очень постараться, ведь от природы она не была особо красивой, просто милой. Будучи очень умной, девушка разработала целый план. Чтобы привлечь внимание самого Султана, необходимо было предпринять отчаянные шаги. Она решила покорить Султана и заставить на себе жениться. Во время демонстрации новых невольниц она мило улыбнулась Султану, и тот был сражен. За то, что девушка всегда смеялась и была в хорошем настроении, ей дали имя Хюрем. Став любимой наложницей Сулеймана, Хюрем начала действовать. Для начала ей было необходимо устранить своих соперниц, жен Сулеймана, которые родили ему сыновей. Старшая жена Махидевран была черкешенкой, именно ее сын Мустафа должен был стать следующим султаном Османской империи. Однако Хюрем воспользовалась тем, что Мустафу любили и в народе, и среди войска, и обернула это против Мустафы. Она убедила Сулеймана, что его сын хочет занять его место, не дожидаясь смерти своего отца. Султан пришел в ярость и приказал убить своего сына и всех его детей. Мать Мустафы Махидевран Султан отправил ссылку в Бурсу. Таким образом Хюрем избавилась от одной своей соперницы. Матери Султана также не нравилось то, что Хюрем обрела такую власть над ее сыном и всячески пыталась открыть глаза Сулейману на то, что его Хюрем вовсе не такая уж милая и безобидная. Но вскоре после этого Ховса-Султан, мать Сулеймана скончалась по неизвестным причинам. Некоторые считают повинной в ее смерти Хюрем. Любимая наложница до такой степени околдовала Султана, что именно для нее он создал новый титул – Хасыки. Хасыки – это любимая жена Султана. Вот теперь Хюрем развернулась не на шутку. Ради нее Сулейман распустил всех женщин в своем гареме, ведь он никого не замечал, кроме своей Хасыки. А та была весьма ревнива и не хотела делить Султана ни с кем. Став любимой женой и получив определенную власть, Хюрем стала вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику империи. Ей доверяли вести переговоры с иностранными представителями, что было само по себе немыслимо. Немало она сделала и для самой империи. Она занималась благотворительностью, открывала школы, кафесы, больницы, строила мечети. И что самое интересное, любовь Султана к ней не угасала даже с течением времени. Некоторые считают, что Хюрем был ведьмой и околдовала Сулеймана. И правда в нескольких источниках упоминается, что специально для Хасыки во дворец приводили гиен, которых она использовала в каких-то обрядах, помогающих ей удерживать любовь Султана. Еще одной мечтой помимо власти над Сулейманом было стать Валиде, то есть матерью правящего Султана. Во времена правления османских Султанов бытовал страшный закон – закон Фатиха. Он разрешал Султану только что взошедшему на престол убить своих братьев во избежание бунтов и смуты. Поэтому участь Мустафы для Хюрем была решена заранее. Далее шли сыновья самой Хюрем. Старший сын Мехмед был любимчиком Султана, и именно его хотели видеть на троне и Сулейман, и Хюрем. Но Мехмед скончался, не дождавшись смерти Сулеймана. Остались еще четыре сына Хюрем. По одной из версий, Хюрем сама убила своих младших сыновей, дабы расчистить второму сыну Селиму дорогу к трону. По другой версии, самый младший сын Джанхагир просто от природы имел слабое здоровье, и его смерть никак не относится к Хюрем. А третий сын Боизид был чересчур вспыльчив и тщеславен. Он собрал войско и подстрекаемый своими военачальниками и чиновниками, бывшими в сговоре с Хюрем, напасть на своего брата. Сулейману это не понравилось, и он поддержал Селима. Боизид проиграл и бежал за границу, но через несколько лет его выдали султану, и он приказал казнить его и всех его сыновей. Таким образом Селим и стал первым претендентом на трон султана. Позднее по приказу Хюрем были найдены все другие сыновья Сулеймана от разных наложниц и также убиты. Это действие потрясло всех. Весьма странно, что Сулеймана оставил это дело безнаказанным, но, как уже говорилось, Хюрем обладала хитрым и изворотливым умом. Она беспощадно убирала всех свидетелей и тех, кто знал слишком много о ней. Поэтому султан не мог найти крайних в этой череде смертей. Ибрагим Паша, ближайший друг и доверенное лицо Сулеймана, также пал жертвой козни Хюрем. Рустем Паша, который дал Хюрем возможность обрести власть и любовь султана, тоже был убит в результате действий Хюрем. Конечно, она делала это не своими руками, у нее всегда были помощники для таких грязных дел. В общем, не зря Хюрем Султан называли чудовищем, построившим свой путь к власти на крови ближних. Казалось бы, как странно. Женщина всегда с улыбкой на лице и звонким смехом по любому поводу и вдруг оказывается кровожадным монстром. Как такое могло случиться? Этому можно дать несколько объяснений. Попав в чужую страну с чужими обычаями и языком, девушка очень быстро поняла, чтобы выжить в этом новом мире, ей придется переступить через себя и свою совесть, делать все, чтобы остаться в живых. Изучив язык, приняв ислам, став любимой женой султана, все равно она не чувствовала себя до конца в безопасности. Ведь настроение у султанов весьма переменчиво. Она боялась, что какая-нибудь наложница привлечет внимание Сулеймана, и он оставит ее. Боялась потерять его любовь. Опасалась, что за ее выходки ее могут сослать в старый дворец без возможности вернуться. Боялась смерти. Ведь если бы султан узнал о ее интригах, то вполне мог приказать зашить ее в кожный мешок и утопить в Босфоре. Так иногда султаны избавлялись от неугодных наложниц. Хюрем до конца своей жизни не могла спокойно наслаждаться плодами своих усилий. А страх порождает жестокость. Хюрем выпала жить в суровое время. И если бы не ее жестокость и коварство, вряд ли она смогла бы выжить. Да и ее сыновья тоже были бы мертвы. Так что ради себя и своих детей Хюрем стала такой, какой осталась в истории Османской империи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok